А спонсор сегодняшнего видео приложение для заработка голды, Goldify. Суть его такова, оно использует вычислительные мощности вашего ПК для проведения вычислений. Вы в награду получаете очки, которые потом можете обменять на премиумную валюту в большинстве онлайн игр, в том числе и в World of Tanks. Или, например, можете вывести в качестве рублей в Steam, как больше захотите. Не забудьте ввести специальный реферальный код, который даст вам определенные бонусы. Все ссылочки, ребята, в описании. Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. И если помните, около месяца назад я делал видео, в котором рассказывал о новых подарочных наборах в World of Tanks с Защитником и со Скорпионом. Если вы вдруг пропустили этот ролик и не хотите сейчас тратить время на его просмотр, я вкратце расскажу. Компания Wargaming на VG-Fest презентовала два новых подарочных набора World of Tanks, где помимо стандартной комплектации в виде футболок, стикеров и ковриков для мыши, в состав одного набора входил танк-защитник, а в состав другого — Скорпион. Казалось бы, довольно выгодное предложение, учитывая, ну, скажем так, относительно невысокую цену — около 3000 рублей. Но, ребята, дело в том, что в VG внедрили в данные наборы очень странные экономические механики. Покупая любой из озвученных наборов, вы получаете озвученные ранее премиумные танки не навсегда, а лишь на 30 дней, как бы в аренду. А уже потом, если вы захотите заполучить их в свой ангар навечно, вам придется доплатить еще примерно 2500 рублей в каждом из случаев. Ну, там плюс-минус, я точно не помню, но цифры примерно этого порядка. Несмотря на то, что предложение, мягко говоря, неоднозначное и дорогое, говоря простым языком, все равно был очень большой ажиотаж и наборы разошлись просто как горячие пирожки. Правда, некоторые из купивших столкнулись с проблемами. Они, видимо, невнимательно читали и не поняли то, что им придется еще доплачивать за премиумные танки. И вот, ребята, появилась информация, что в одном из магазинов с геймерской атрибутикой, всякой и мерчем, в скором времени, в течение февраля, появятся вновь озвученные мной наборы. Магазин называется Hobby Games. Это не реклама, мне абсолютно насрать, будете вы там покупать что-то или нет. Более того, если честно, я бы не рекомендовал покупать данные наборы. Вообще, в принципе, потому что цена в 5 тысяч с половиной рублей, как по мне, за эти премиумные танки это очень-очень много. Я думаю, ребята, вряд ли кто-то из вас прямо горит желанием покупать стикеры себе на машину, коврики для мыши, футболки, подставки под кружки и все в этом роде. По-моему, это абсолютно бесполезная херня. Так вот, я просто хотел дать несколько рекомендаций тем, кто вдруг ждал вот такого предложения и собирается покупать. Во-первых, я настоятельно не рекомендую покупать набор со Скорпионом. Этот танк по-прежнему неплох. Да, но могу вам сказать, что в последние полгода играть на Скорпионе стало намного тяжелее. Противники хорошо уже разобрались, что это за танк и очень быстро его убивают по фокусу. Плюс, в последнее время лютует артиллерия, их опять в каждой катке по 3 штуки, а для Скорпиона это просто смерть, ибо несмотря на сниженное бронепробитие и урон, они все равно его ваншотят. Поэтому Скорпион это очень-очень сложный для игры танк, в который просто не каждый сможет. И на нем можно запросто слиться с нулем дамага, вообще не заморачиваясь, даже в топе на самом деле. Поэтому прежде чем тратить 5,5 тысяч рублей на Скорпион, вы очень хорошо подумайте, надо это делать или нет. Потому что я бы лично так делать не стал. Что касается Защитника, то он получше, чем Скорпион в нынешних реалиях рандома. Новый баланс после патча 9.18 ему пошел на пользу. Он очень хорошо себя чувствует против одноуровневых танков, убивает их просто на раз-два-три. Но и этот танк, поймите правильно, не является какой-то супер имбой. Все равно, он довольно косой, во-первых. Это, наверное, самая большая его проблема. У него не самый лучший обзор. И для того, чтобы на нем фармить, вам понадобится хороший экипаж, плюс под него нужно, скажем так, ну немножко затачивать руки. Нужно привыкать к его косости. И плюс его желательно катать, как я говорил недавно, на доппайке. Иначе он будет очень сильно мазать. А фарм на доппайке, он, ну скажем так, меньше, чем без него, как несложно догадаться. Надо ли платить за него 5,5 тысяч рублей? Это очень-очень спорный, скажем так, вопрос. Я бы, наверное, тоже не стал. Это реально очень много. За 5,5 тысяч рублей можно в стиме купить, я не знаю, там, 5 игр, причем AAA качество, если на распродаже. Без распродажи 3 игры можно купить. Соответственно, ну, надо реально хорошо подумать. Тем более, я думаю, то, что эти наборы, они вряд ли будут в большом количестве и, скорее всего, они тоже разойдутся. Я не знаю, будут ли данные наборы появляться в других подобных магазинах. Ну, наверное, я думаю, да. Хотя это не точная информация. В любом случае, если у вас вот зудит в одном месте, вы прямо вот думаете, надо, не надо покупать, вот мучаетесь, то в этом случае, если прямо вот у вас нету строго уверенности, то, что вы можете спокойно потратить озвученную сумму и при этом танк вам действительно этот вот так крайне необходим, если вы сомневаетесь, то, наверное, все-таки, ребята, не стоят. Потому что деньги там уже вам никто не вернет, если вы их потратите. В любом случае. А если вы, например, купите этот набор, поиграете, вам дадут танк на месяц в аренду и вам он не зайдет, то, получается, вы вообще просто так деньги потратили. Потому что выкупать вы его, соответственно, уже не будете, потому что вам танк не зашел. Ну, получите вы футболочку и коврик для мыши за 2500 рублей. Я думаю, это не самое выгодное предложение в вашей жизни. В любом случае, друзья, решать вам. Пишите, что вы думаете о данных набора в комментариях, будете ли вы это покупать или нет. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте пальцы вверх, если видео было полезным. Также нажимайте на колокольчик, если вдруг уже подписаны и заглядывайте в группу ВКонтакте. Желательно туда даже вступить, чтобы не пропускать анонсы стримов. Всем до скорого и всем пока.